Челны приезжал президент России Владимир Путин, вот хотелось бы у вас узнать, как вы оцениваете результаты этого визита, да, оправдались ли ваши ожидания, ну в первую очередь, конечно, ожидания по поводу КамАЗа и его будущего. Спасибо. Он приехал, во-первых, это в такой сложной ситуации, приехать в коллектив, поздравить коллектив с 40-летием, сказать им добрые слова, и это говорит о том, что несмотря на все сложности, а для автомобильной промышленности это очень сложный этап в их жизни, он приехал и не только антикризисные меры поддержки автопрома, а лично своим присутствием президент выразил, как бы, или высказал свою поддержку. Это очень важно, это больше, чем даже какие-то тебе деньги дали. Сказал спасибо, отметил КамАЗ-мастер, то есть то, что это ведущие предприятия нашей страны, это очень важно. Второе, они выбрали специальные щелны, потому что сегодня КамАЗ является заводом, который поставляет базовые автомобили для российской армии, то есть военная промышленность комиссии прошла. Это тоже не просто. Много хороших наработок на КамАЗ. Несмотря на все сложности, КамАЗ сегодня серьезно модернизируется, реформируется и полностью обеспечивает те потребности, которые нужны для нашей российской армии. Ну и третье, мы воспользовались, как бы, приездом нашего президента и завершили работы по строительству проекта «Аммони». Это современнейший завод. И самое главное, этого завода не было бы, если бы окончательно, когда мы вышли с инициативой привлечь японские деньги через Унишикономбанк и построить этот завод, противников было, ну пусть половина равнодушных. Значит, процентов 40, значит, противников, что этим не надо заниматься. И процентов 10 вот таких, типа сам Ахамбикова сумасшедших людей, которые считали, что это нужно. Ну мы тоже к ним относимся. И президент нас поддержал. Он тогда был премьер-министром. Не сразу это прошло. Я сам принимал участие, когда нас первый раз попытались сбортануть. Владимир Владимирович сказал, что там не торопись, мы сейчас разберемся. И мы доказали, что его доверие реализовано. Это современнейший завод. Полностью, как бы практически фондирование иностранной технологии, самые современные. Ну и с большим интересом Владимир Владимирович посетил Кванторию. То есть мы всегда говорим о будущем. Если мы говорим о будущем, мы должны говорить о системе, о наших детях, о системе образования, о системе творческого развития будущих личностей. Кванториум – это некий вот такой полет мысли, значит, нестандартные подходы. То есть это типа дом юных техников, но в таком космическом варианте уж таком, крутом. Поэтому мы считаем, что все прошло очень хорошо, достойно. И это большое доверие для нашей республики. Глава государства приехал, высказал хорошие слова. Поэтому этим доверием надо дорожить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!